дом который находится за моей спиной венчает мансарда это не новодел какого-нибудь современного олигарха вокруг которого вдруг сплошились все градостроители города нет это на самом деле то что илья ефимович репин попросил возвести владельцы этого здания в то время когда собственно художник здесь жил о чем нам говорит мемориальная доска висящий на фасаде этого дома более того площадь которая располагается далее носит имя вышеуказанного живописца именно здесь илья ефимович написал огромное количество своих полотен самым известным из которых является пожалуй иван грозный и сын его иван или известный более в народе иван грозный убивает своего сына дело в том что как возможно некоторые из вас знают на эту картину буквально недавно покушался один персонаж в третяковской галерее он ее пытался изрезать ножом знаете почему потому что она оскорбляет чувство верующих на дворе 21 век картина века 19 но она по-прежнему оскорбляет чувство верующих это даже не тот возражаясь языком рекламы и маркетинга кейс полотном под названием данная в армитаже да она пострадала от рук но реально сумасшедшего нет здесь мы имеем дело конечно может быть и сумасшедшим но вот как-то учитывая судебно разбирательства он таковым не выглядит если спросить вас что сделал иван грозный со своим сыном вы не задумываясь ответите убил более того вы даже будете представлять голове картину как это произошло эта картина собственно возникла не на пустом месте у нее есть естественно основа полотно ильи ефимовича репина поскольку я сейчас вот уже фактически дописал свой авторский плане путеводитель по нескому проспекту то я по ходу пьесы естественно открывал массу нового среди этого нового я выяснил что оказывается на невском 86 это дворец принадлежавший несуповым проходила 13 выставка передвижников на которой главным хитом как раз и стала вот эта вот картина они и собственно частично топографии репина в петербурге я бы хотел сегодня сказать пару слов меня вот есть такая замечательная книжка она замечательна не только потому что она прекрасна во всех отношениях прибульская госпожа репин в петербурге называется она еще лично мне дорогая потому что она являет собой как бы сказать свидетельство собственно того что на самом деле представляет собой жизнь то есть если мы и откроем то вы увидите что здесь вот нет страниц определенных да у меня был даже видос на моем канале дело в том что я когда-то жил в коммунальной квартире не в одной и естественно на горшке я всегда сидел с книжками и периодически их там забывал одну у меня очень хорошую кстати книгу свистнули а вот вторую я забыл и думаю божечки но неужели ее украдут прихожу туда слава богу не украли открываю и смотрю вот пролетариат по назначению использовал эту книжку дело в том что это коммуналка она была переделана из бывшей общаги балтийского завода но это так чем конкретно мне эта книга дорога причем вырвали страницы которые на самом деле именно в тот момент и были категорически нужны ну ладно суть не в этом где во первых писалась эта книга книга это писалось в мастерской репина который находится вы не поверите рядом с площадью имени этого самого репина возле калинкина моста моста то что моста это все время говорю потому что помните это у цепного моста до вдарhad наказание у цепного моста будешь помнить здание дарят наказание так ударов доступ будешь помнить зданию цепного моста поэтому калинкина моста конечно же у репина там была мастерская причем он специально попросил у владельца дома, построить ему персональную мансан... Массандру. Мансарду. И если вы... Ну, я там миллион раз ходил экскурсии. В этом сезоне, естественно, буду проводить, потому что я теперь там неподалеку... В смысле, там, где я сейчас нахожусь, это неподалеку от того места. И вот там это полотно и как раз писалось. Во-первых, для непосредственно того, кого убивают, позировали два человека, но главным, конечно, был писатель Гаршин. Гаршин жил на Старопетерговском проспекте, там в конце, в общем, немножечко за станцией метро Нарской, современной. И это, в принципе, недалеко. И Репин вспоминал, что после сеансов позирования он шел провожать Гаршина домой, они доходили, но так им было интересно вдвоем, что Гаршин говорил, ну, давайте, теперь я вас провожу. Гаршин провожал Репина обратно, а потом Репин говорил, ну, что ж такое, ну, давайте я вас теперь провожу. Он провожал Гаршина, и так вот они провожали друг друга, пока, соответственно, не наступали белые ночи, в общем, пока не пустел обводный канал. Кстати, я уже как-то раз говорил, да, феномен в Москве обводной, а у нас обводный канал. Вот почему, до сих пор не знаю. Соответственно, Репин сам краил одежду для Ивана непосредственно Грозного. В этой книге, например, написано черную, похожую на подрясник, одежду и синие штаны царевича. Это вот Репин делал сам. Грозного он писал с художника Мясоедова, причем Репин, у него был, естественно, цепкий глаз, он художник, он на улице один раз заприметил на одном из рынков чернорабочего и прямо-таки впился в него в глаза ему и прибежал домой и, соответственно, писал эти глаза. А потом один раз он увидел еще одного человека, который ему просто поразил. И вот он шел-шел-шел за ним очень долго. Я могу себе представить ощущение этого человека. Ты идешь, за тобой, значит, вот этот вот юркий непонятно кто. В итоге он его догнал, когда он остановился и повернулся. Внимательно посмотрел его в глаза. Опять-таки, сцена потрясающая. Быстренько прибежал всю мастерскую и написал этот, соответственно, взгляд. А человек, наверное, не знал вообще, что это гений на него смотрит, но не суть. Состоялась премьера этой картины сначала у него в мастерской. Дело в том, что мы живем в такое время, когда, насмотревшись возможных боевиков, ужастиков и где кровища хлещет и так далее, нам иногда сложно представить воздействие, например, этой картины на ту публику. Мы смотрим на нее, ну, во-первых, она для нас хрестоматийная, потому что она еще со школьной программы нам известная. А вот, например, какое ощущение эта картина оказала непосредственно на свидетелей того времени. Пишет сам Репин. Лампами картина была освещена хорошо, и воздействие ее на мою публику превозошло все мои ожидания. Гости ошламленные долго молчали, как очарованные. Потом, долго спустя, шептались, как перед покойником. Я, наконец, закрыл картину, и тогда даже настроение не рассеялось и долго. Особенно Крамской только разводил руками и покачивал головой. Я почувствовал себя даже как-то отчужденным от своей картины. Меня совсем не замечали или скользь избегали с жалостью. Да, вот, произносил как-то про себя Крамской. Ну и, наконец, 10 февраля 1885 года в этом самом доме Ясуповых открылась эта предвижная выставка. Там, выражаясь современным языком, были все звезды той эпохи со своими, как бы мы сейчас выразились, хитами. То есть там был кто, например, Поленов, Шишкин, Воснецов, Неврев, портреты Крамского, Маковский, Прянишников и так далее и тому подобное. Но хитом, конечно же, стало это полотно. Обстановочка, да, как она выглядела. Чтобы установить порядок, пришлось вызвать конный наряд жандармов. То есть публика просто ломилась в это здание. Достаточно сказать, что количество зрителей этой выставки достигло цифры 44 600 человек. Вы знаете, 44 600 человек, ну, представляете, в наше время 44 тысячи придут на выставку. Это, ну, чуть больше, чем дофига. Ну, другое дело, что других развлечений тогда не было подобного рода. Превысив в два раза и даже в три раза число посетителей других выставок. Товарищество, выставка товарищества, большой сенсацией, вспоминает Нестеров, этот художник, на моей памяти не вызвало ни одно художественное создание. Вот здесь как раз заходит речь про эту картину. И что началось далее? Ну, естественно, всех поразил обилие крови. Вообще, я где-то читал, что Репин до этого был в Испании, на Кариде, и вот тоже его как-то впечатлило вот это вот кровище-хлечащее, что он решил это образить в своем творчестве. Вот, например, некий автор статьи в газете «Новости» пишет. Не эстетическое чувство испытываете вы перед этой страшной по своему реализму картиной, а ужас и отвращение. Ну, я не знаю, когда вы подойдете к этой картине, будете вы испытывать ужас или отвращение в наше циничное время? Ну, и, в общем, были отмечены, были, соответственно, различные отлики, но для чего я это вам все рассказываю? Естественно, не для того, чтобы посвятить вас, как бы, критике этой картины в каких-нибудь там газетах того времени. Наконец, выставку посвятил обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. Что же написал Константин Петрович Победоносцев своему подопечному, коим был Александр Третий? «Удивительное ныне художество, сообщал он царю после посещения выставки, без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения. Прежние картины того же художника Репина отличались этой наклонностью и были противны». Трудно понять, какую мысль задается художник, рассказывая во всей реальности именно такие моменты. И к чему тут Иван Грозный? Кроме тенденции известного рода не приберешь другого мотива. Ну и, соответственно, понеслась. Цензурная машина включила свои поршни господину министру внутренних дел. Его императорское величество высочайше повелеть изволили, чтобы находящиеся ныне в 13-й передужной выставке картины Репина и Иван Грозный по закрытии этой выставки ни в Москве и нигде более, ни под каким предлогом не была выставляема для публики или распространяема в публике каким-либо другим способом. Все. Финита ля кумедия. Сам царь распорядился эту картину запретить. Тут пошла переписка между цензурным ведомством и третьим отделением. Ну, то есть, это опять-таки, переводя на наши рельсы, между, я даже не знаю, ну, наверное, это было бы в нашем случае министерство образования и ФСБ. Вот они там переписываются, что надо там кого-нибудь запретить. Тем не менее, 1 апреля в помещении училища живописи в Аяне, это уже в Москве, там появилась, опять-таки, эта картина. Вы можете себе представить. Сведения об этом тут же достигли Петербурга. Тотчас же в адрес генерал-губернатора Москвы отправляются телеграмма. Москва. Государь-император высочайше повелел картину Репина и Иван Грозный не допускать для выставок и вообще не дозволять к распространению. Посему, соблагоизволите ваше сиялиство, сделать распоряжение о снятии означенной картины с открывшейся в Москве передружной выставки. Но вот генерал-губернатор Москвы больше делать. Нефиг, как, значит, распоряжаться, чтобы какую-то там картину сняли с выставки. В этот момент картину приобретает Павел Третьяков для своей галереи. То есть, теперь она находится в частной коллекции, то есть, казалось бы, нет. Генерал-губернатор пишет, запретить Третьякову помещать в его галерее картину и взять с оновой подписку в том, что он ни под каким предлогом не будет выставлять, ни распространять публике всю картину. Репин, надо сказать, потом в письме Третьякову говорил о том, что он хотел идти беседовать с великим князем Владимиром Александровичем. Дело в том, что великий князь Владимир Александрович являлся президентом Академии художеств. Но он говорил, что с ним, скорее всего, будет бесполезно говорить. Кстати, Владимир Александрович купил в свое время у Репина картину «Бурлаки» на Волге. Она у него висела во дворце, который находится на дворцовой набережной. Я летом обычно вожу экскурсии, там показываю его дворец, дворец великого князя Михаила Павловича, ну и мраморный дворец, соответственно. Ну и Владимир Александрович это тот самый, кто командовал непосредственно гарнизоном санкт-петербургским военным и отдал приказ о расстреле и демонстрации в 1905 году Владимир Кровавый. В итоге картина провисела у Третьякова несколько месяцев и в итоге художник Боголюбов добился у Александра III наконец решение ее экспонировать. Но на этом история не закончилась. Вот, например, газете новости 20 мая 1885 года было сделано строгое внушение за напечатание неприличной статьи критика Владимира Стасова о картине Репина. При всем было объяснено ему, редактору, то есть редактору объясняет, что если он еще раз осмелится выступить с одобрительными отзывами об обозначенной картине, утверждая, будто он не знал, то это неуместное оправдание не оградит его от заслуженной кары. Ну, в общем, газетам, как вы понимаете, вообще было запрещено публиковать репродукцию этой картины. Даже через 10 лет, в 1895 году, сенсор запрещает репродукцирование картины в журнале Нива. Нива — это был один из самых популярнейших журналов той эпохи. Считаю, что едва ли задача таких журналов, как Нива, популяризировать идеи о царском самосудии и зверской нездержанности. Ну, в заключение хочу сказать две вещи. То есть, во-первых, Реппин же это все придумал. Ну, то есть, ведь как там было все на самом деле, мы до сих пор не знаем. Тем не менее, он, так сказать, ввел не просто в научный оборот, в научный оборот он не сделал, он ввел в массовый оборот вот эту вот мысль о том, что Иван Грозный реально вот этим же злом шубанул своего сына и убил. То есть, конечно, может быть оно так и было, но если вы посмотрите и почитаете, что об этом пишут, то выясните, что есть разные версии, то есть однозначного вывода такого сделать нельзя. А второе, вот вам наглядный пример, собственно, почему интеллигенция, она категорически поддерживала революционеров и категорически не поддерживала власть. Потому что вот власть, она вела вот так вот себя по отношению к этой самой, прежде всего, творческой интеллигенции. Я напоминаю вам, что в городе Петербурге, в городе Москве проходят экскурсии в моем исполнении, во время которых, помимо всего прочего, я рассказываю про все то, что рассказывал и на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова о революционном терроризме и о всех революционных событиях. Ссылку на группу мою ВКонтакте вы можете обнаружить в описании под этим выпуском. Там есть анонсы всех ближайших мероприятий. В Петербурге 18 июля в 20.00 мы гуляем вокруг Сенатской площади, ЧК «Восстание декабристов» и «Выстрел Веры Засулич». 21 июля в 18.30 мы гуляем вокруг Большого дома, КГБ, Нечаев и проходные дворы. Посмотрите, где Путин начинал свою карьеру. В Москве 19 июля бордели Чехова и вернувшийся Ленин экскурсии от Сухаревки до Трубной площади. 20 июля две экскурсии в 17.00 из России в СССР, главная улица Петровка. И в 19.30 похороны вождя и картежник Пушкин. Мы будем гулять по Большой Дмитровке. Также хочу сказать, что вышел ролик о Петербурге Достоевского, в частности, о доме старухи-проценщице и даже о потенциальной квартире старухи-проценщице. Но вышел он не на моем канале, а на канале компании, для которой я его снимал. Если вы хотите узнать, почему на самом деле Петербург Достоевского выдуманная вещь и тот самый дом старухи-проценщицы на самом деле неизвестно, где находится, вы можете посмотреть этот ролик по ссылке, который находится в описании под этим видео. Напоминаю всем, что идет набор групп в Берлин на 25 ноября и в Париж на ноябрь и конец января. Если вам интересны подробности, пишите мне, я вышлю вам всю информацию. Ссылки на все интересующие вас вещи находятся вот там. Оставляйте комментарии, увидимся с вами. Пока! Пока!